Очень печальная ситуация в одесских опорных больницах. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак недовольна состоянием медучреждения в Белграде-Днестровском. По ее словам, больница не готова принимать ковидных пациентов, когда в этом появится острая необходимость. Отмечу за министра. Во время двухдневного визита в Одесскую область посетила опорные больницы города и региона. Компьютерный домоград, который стоит на дне прозваленных примещениях, он не может работать. Багато есть проблем, потому что это серьезное задание домашнее для Удачи. Щодо Белграде-Днестровского, это же таки опорные лекарни. Державною областной администрацией и областной радой были выделены деньги уже после того, как они были не освоены 8 миллионов субвенций. Туда доставлено обладнание, рентген обладнание на три рабочих местах, УЗИ обладнание, а также КТ. Это великое обладнание. Это туристическое место, которое сегодня не может быть без опорной лекарни. Это вопрос действительно на порядку денному и в департаменте, и оно может быть на порядку денному в городской голове и в городской области, в городской районе, и району Белграде-Днестровска. Поэтому вместе, я думаю, мы оперативно это сделаем. Прикладами у нас и Ростельнянское центральное районное лекарство. За два месяца было сделано принимальное отделение. В Одесском регионе в течение нескольких дней наблюдается динамик увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом. О том, когда начнется третья волна заболевания, говорить пока рано, но подготовка к возможным последствиям, которые по некоторым прогнозам накроют Украину уже осенью, не прекращаются. Пока все показатели борьбы с инфекцией находятся в норме, а мониторинг проводится по количеству тестов, госпитализации, а также заполняемости отделения интенсивной терапии с подключением неконцентратора макпостоянному кислороду. Ситуация есть очень динамичная и она может изменяться буквально в продолжительных дней на всему континенте. Поэтому для нас сегодня, все нас, не так важно сясовывать, в какой час включить кнопочку карантин, а для нас крайне важно вакциновать себя с тем, чтобы не допустить повышения ситуации. Потому что те страны, которые вакцинованы в большом обществе, у них есть высокая заболеванность, а у них есть минимальная смертность.